Вы слушаете подкаст A Taste of Russian, выпуск номер 396, GZL, Константин Эдуардович Циолковский. Привет, друзья! Сегодня у нас выпуск из серии «Жизнь замечательных людей». В этих подкастах мы рассказываем о людях из России, которые являются значимыми для всего человечества. Мы говорим о поэтах, писателях, политиках, военачальниках. Иногда говорим и об ученых. И сегодня у нас именно такой случай. Идею для этого выпуска дал наш слушатель и товарищ Михал из Польши. Он предложил написать о Константине Эдуардовиче Циолковском, основоположнике современной космонавтики и, в некотором роде, соотечественнике Михала. Дело в том, что предки Циолковского действительно происходили из Польши, хотя сам он там ни разу не был. Назвать Циолковского единственным, кто работал над проблемами космонавтики, было бы неправильно. Его вклад не больше, чем, например, вклад немецкого пионера ракетной техники Германа Оберта. В индустриальную эпоху наука развивалась так быстро, что порой разные ученые приходили к схожим выводам независимо друг от друга. Так, например, у нас изобретателем радио считается русский ученый Александр Попов. В большинстве стран Запада итальянский инженер Маркони. В Германии знаменитый физик Генрих Герц. На самом деле, опыты по передаче информации при помощи радиоволн велись по всему миру. А эти споры имеют коммерческий характер и абсолютно ничего не дают науке. Но это тема для отдельного разговора. Прежде чем перейти к пересказу биографии Константина Эдуардовича, хочу рассказать вам забавную историю, связанную с его именем. Когда-то мы вместе с моим соавтором Сашей работали на предприятии, связанном с космической промышленностью. Я работал в отделе, занимающемся разработкой электроники, а вот работа отдела Александра была больше связана с оформлением бумаг, различных документов. Поэтому на его отдел возлагались и некоторые общественные функции. Например, на Сашиного начальника возлагалась обязанность по организации регулярных встреч с человеком, которого мы, в шутку, называли Циолковским. Раньше эта обязанность лежала на ком-то другом. Но никому не нравилось это делать, поэтому Циолковский переходил из рук в руки. Так говорят, когда некая вещь постоянно меняет своего хозяина. Что же это был за человек? Это был житель одного из сел нашей области. Он был довольно грамотным, правда, вполне соответствовал образу сумасшедшего ученого. Он занимался проектированием ракет на Марс и другие планеты. И пытался найти применение своим идеям. Идеи были довольно безумные, если честно. Вообще, разрабатывать космические ракеты вне научного института в 21 веке – это занятие бессмысленное. Совсем недавно, в конце февраля 2020 года, это подтвердил американский изобретатель Майк Хьюз, которого часто называли «Безумный Майк». Он был сторонником теории плоской земли, а для подтверждения этой теории проектировал и конструировал в гараже своего дома самодельные ракеты, с помощью которых Майк надеялся взлететь на несколько километров над землей и убедиться в том, что она действительно плоская. Очередной запуск самодельной ракеты с Майком окончился, увы, неудачно. Горе-изобретатель разбился вскоре после старта. Даже у настоящего Циолковского сто лет назад это получалось довольно плохо. Об этом мы еще поговорим сегодня. Но нашего сельского изобретателя это не смущало. Он был уверен в своей гениальности и пытался донести до руководства нашего предприятия свои идеи. Скорее всего, он был немного сумасшедшим в медицинском смысле. Однако из вежливости и по распоряжению руководства Сашин начальник продолжал с ним периодически встречаться и общаться на тему ракетостроения. На момент нашего с Сашей увольнения Циолковский продолжал свои регулярные визиты на предприятие. Почему же он получил такую кличку? Словом, кличка называют имя животного либо второе имя, прозвище человека, не являющиеся его именем по документам. К примеру, кличка американского изобретателя, о котором мы говорили чуть ранее, была Безумный Майк. Клички в основном приняты у подростков в преступных сообществах. С помощью кличек некая группа людей обособляется, отделяется от окружающих. Часто также клички, прозвища бывают у известных спортсменов. Например, боксер Оскар Голден Бой Делла Хоя или баскетболист Коби Бэк Мамба Брайант. Сельского изобретателя называли Циолковским, потому что настоящий Циолковский тоже был самоучкой, то есть человеком, обучавшимся самостоятельно. У него не было другого образования, кроме школьного, и тем не менее, он продолжал самостоятельные исследования, в которых добился больших успехов. В связи с этим имя Циолковский стало именем нарицательным, как и Кулибин. Но если Кулибинами называют народных умельцев, практиков, то Циолковскими народных теоретиков. Думаю, самое время перейти к биографии настоящего Константина Эдуардовича. В ней будет много интересного. Итак, поехали! Как всегда, полную версию этого подкаста вы найдете на нашем сайте torpod.com Чтобы подписаться на все выпуски, необходимо зайти на страничку Membership Options Page. Там вы увидите массу способов оплаты, начиная от PayPal и заканчивая различными карточками Visa, MasterCard и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите предложить тему для будущих подкастов, пишите нам на tasteofrussian.gmail.com До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok